Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Расходы бюджета Крыма за 10 месяцев 2018 года превысили отметку в 115 миллиардов рублей. За счет чего стремительно растет расходная часть бюджета Крыма, эффективно ли расходуются эти средства и как они компенсируются соответствующими доходами. Тема дня. Да, это радио Крымреалии. В студии с вами Александр Головов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 фм круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Итак, как я уже говорил, расходы бюджета Крыма за 10 месяцев 2018 года превысили отметку в 115 миллиардов рублей. Об этом говорит вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивика. В том числе, отмечают в пресс-службе Кивика, из российского бюджета в бюджет аннексированного Крыма поступило почти 88,6 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов. Это фактически 66% годовых назначений, в том числе дотации 30-49 миллиарда рублей, субсидии 49,2 миллиарда и субвенции 2,5 миллиарда рублей. Собственно, что значат эти цифры, насколько они велики и как их оценивать, мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Давайте послушаем то, что подконтрольная Кремлю бывшая министр финансов, а теперь уже вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивика рассказывала о поступлении в бюджет буквально несколько недель тому назад. Мы стараемся исполнять взятые на себя обязательства, связанные с увеличением доходной базы, консолидацией бюджетных расходов. И я хочу сказать, что мы на коллегии подвели результаты. Есть работы, уже видны. Поступил у нас в бюджет собственных налоговых и неналоговых доходов 28 миллиардов. Это больше уровня прошлого года на 3,7 миллиарда или 15%. То есть это достаточно большой, значительный рост. Этот рост отмечают на уровне даже Российской Федерации, потому что это выше среднего уровня по Российской Федерации. Если говорить о годовой цифре, у нас годовые показатели для бюджета Республики Крым по собственным доходам заложены 41,2 миллиарда. Выполнили, как я уже сказала, 28 миллиардов. То есть пока исполнение у нас 68%. Ну, это традиционное исполнение. У нас всегда где-то от 65 до 68 за последние 4 года исполнения за 9 месяцев. Почему? Объясню. Потому что так построена наша налоговая система, что у нас в октябре месяце приходятся платежи за третий квартал. То есть и упрощенная система налогообложения, и налог на прибыль. Все платежи поступают по сроку упрощенка 20 октября, а налог на прибыль 29 октября. Поэтому так и получилось, что 9 месяцев без этих показателей, соответственно. Поэтому мы уже по 10 месяцам будем иметь, конечно, гораздо больший процент исполнения бюджета. Также предлагаю послушать то, что вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивика рассказала о структуре поступлений в крымский бюджет из разных источников. Если говорить о структуре, сколько у нас налоговых доходов, сколько у нас неналоговых, то налоговых доходов 25,6 миллиардов, неналоговых 2,4 миллиарда. Это безвозмездные поступления по-прежнему из бюджета федерального, очень большая цифра. 71,6 миллиардов уже поступило за 9 месяцев, почти 72% у нас удельный вес в структуре доходов. НДФЛ по-прежнему у нас составляет 44,3% удельный вес в собственных доходах. Сумма НДФЛ у нас 12,4 миллиарда. Ну и, собственно, мы теперь примерно понимаем о том, откуда берутся деньги в крымском бюджете. Однако тема нашего эфира — это расходы. И давайте послушаем о том, как расходуются, по словам госпожи Кевика, деньги крымского бюджета. На образование мы потратили 21% от общей суммы исполнения. Это я сейчас говорю цифры консолидированного бюджета. На социальную политику 16,9 миллиардов, 16,3% в общей сумме. Здравоохранение 7,3 миллиарда или 7%, культура 3,9 миллиарда или 3,8%, физкультура 0,8 миллиардов или 0,7%, и средства массовой информации 600 миллионов. Таким образом, получается, что направлено на все отрасли соцсферы 51,3 миллиарда или 49,4%. А вот национальная экономика при такой классификации у нас будет на втором месте, потому что потрачено 43,3 миллиарда уже за 9 месяцев. Исполнение у нас по национальной экономике составило скромную цифру пока 42%. На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 3,3 миллиарда или 3,2% от общей суммы исполнения. На реализацию общегосударственных вопросов направлено 4,6 миллиардов или 4,4 от общей суммы исполнения. Вот такие цифры называет тогда еще министр финансов, а теперь вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивика. И сейчас в нашем эфире мы попросим прокомментировать их профессора МГУ и директора региональной программы Независимого института социальной политики Наталью Зубаревич. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, только вы меня в эфир включили тогда, когда я никаких цифр уже не слышала. Повторяйте. Давайте, может быть, тогда поговорим о ваших оценках. Насколько я знаю, вы также проверяли эти цифры, точнее, проводили расчеты. Какие цифры? Я ничего не слышала. Вы о фирме говорите. Какие цифры? Хорошо, давайте тогда... Вы меня включили в эфир, когда вы уже, это же, когда говорили вы, и цифр уже не было. Наталья Васильевна, я тогда попрошу с моих коллег включить вот последний хрип госпожи Кивика, который касался расходов крымского бюджета, о которых говорила господи... Расходов или доходов? Расходов. Расходов. Мы сейчас хотим поговорить о расходах. Это третий хрип госпожи Кивика. Давайте послушаем. На образование мы потратили 21% от общей суммы исполнения. Это я сейчас говорю цифры консолидированного бюджета. На социальную политику 16,9 миллиардов, 16,3% в общей сумме. Здравоохранение 7,3 миллиарда или 7%, культура 3,9 миллиарда или 3,8%, физкультура 0,8 миллиардов или 0,7% и средства массовой информации 600 миллионов. Таким образом, получается, что направлено на все отрасли соцсферы 51,3 миллиарда или 49,4%. А вот национальная экономика при такой классификации у нас будет на втором месте, потому что потрачено 43,3 миллиарда уже за 9 месяцев. Исполнение у нас по национальной экономике составило скромную цифру пока 42%. На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 3,3 миллиарда или 3,2% от общей суммы исполнения. На реализацию общегосударственных вопросов направлено 4,6 миллиардов или 4,4 от общей суммы исполнения. Вот такие цифры назвала госпожа Кивика. Наталья Васильевна, вот как вы оцениваете... Все точно сказано, я сижу в эксельной таблице, смотрю. Это действительно исполнение по 9 месяцам. Только, уважаемая госпожа министр, забыла сказать, что у нас нет субъектов федерации, у которых 44% идет на национальную экономику. Вернее, был один, Сахалин назывался, на него отобрали значительную часть налога на прибыль. Это феерическая доля, потому что средняя норма социальных расходов по субъектам 60%, у большинства 65-70%, у Москвы 50% лишним социалка, у Крыма это только половина, даже меньше, а 43% на национальную экономику. Средняя доля по субъектам 21%. То есть Крыму такой лопатой подвалили денег, что у него хватает и на то, и на другое, и на пятое. Более того, если мы берем подушевку, то есть душевые расходы на человека, и смотрим Крым с Севастополем, то они сейчас на уровне подушевых расходов самых богатых российских нефтегазовых округов. Ощущают ли это как-то сами крымчане? Ну, поскольку 40% с лишним, а ощущают? Не надо, не надо, ощущают. Но когда у вас половина почти идет по национальному экономику, это не зарплата, а бюджетник. Вы понимаете, что это вот такое опережение, оно прежде всего связано с тем, что Крым заливают деньгами, которые идут на всякую инфраструктуру. Дороги, мост, но мост идет отдельно финансированный, все, что вокруг него. Поэтому, скажем так, по социалке вывели по расходам на крепкий такой среднероссийский уровень, да? А вот в целом по душевым это опережение очень сильное, раза в полтора. Вот такая история. Еще раз, Крым залили деньгами. Это надо четко и внятно понимать. Другое дело, как они расходуются, на что конкретно идут. Но Крым, в отличие от подавляющего большинства российских регионов, конечно, мы с Севастополем, Крым, залили деньгами. В 2018 году, да и в 2017 году было ровно то же. Но при этом, вот то, что говорит госпожа Кивика относительно того, что вот все для крымчан, социальный бюджет, насколько это справедливо при таком распределении? Или же, учитывая вот сам фактор... Бюджет не... Давайте еще раз повторю. Бюджет не социальный по структуре. В среднем российский регион тратит больше 60% на социальные расходы. Большинство тратит 65-70%. Ваш бюджет, бюджет Крыма, половину. Потому что огромные деньги даны на нациэкономику. У большинства регионов на это денег нет. Это теряется по структуре. По подушевке, да, вполне себе неплохие цифры. Лучше многих регионов. В социальных расходах. Наталья Васильевна, я также попрошу вас прокомментировать слова госпожи Кивика относительно структуры поступлений в бюджет. Вот это второй хрип, я напомню нашим коллегам. То, что... Вы не можете напомнить, а я про это... Вообще, когда вы приглашаете кого-то, вы сначала говорите, про что вы будете спрашивать. Тогда легче готовиться. Хорошо, я сижу у компьютера и могу как бы... Значит, про поступление. Я могу вам сказать следующее. Во-первых, по динамике. Вы знаете, какими темпами росли доходы Республики Крым и Севастополя. Ну, просто напоминаю, что в 2017 году более чем в полтора раза выросли крымские доходы. В Севастополе в эти вот 9 месяцев тоже в полтора раза. Так вообще в России ни один регион не живет, как эти двое. Их поставили на особое положение. Вы должны это четко понимать. Нравится ли это остальным россиянам? Это для меня вопрос. Но то, что деньги туда идут лопатой, это медицинский факт. Значит, за счет чего? Понятно, что налог на прибыль там не ночевал. Особо нечему зарабатывать. Его доля 4-5 процентов. Второе, НДФЛ, конечно. Налог на доходы физлиц. И это где-то будет вот по Севастополю треть. А по Крыму, где полно теневки, тоже доля невелика. Процентов 15-16. Акцизы тоже у вас там в Крыму не водятся. 4 процента. За счет чего? Налог на малый бизнес 3 процента. Ну, в Севастополе 5 процентов доходов. Налоги на имущество тоже больших денег не дают. По 2-3 процента. За счет чего живут два субъекта федерации. Рассказываю. Итак, безвозмездные поступления. То есть, бесплатные деньги, трансферты из федерального бюджета. По Республике Крым, по 9 месяцам, это 65 процентов всех поступлений. По городу Севастополь, это 54 процента всех поступлений. А динамика особенно феерическая была не в этом, а в 17-м году. Когда трансферты вырастали примерно в 2 раза. В этом году, ну так скромненько, всего лишь на 20 примерно процентов рост трансфертов. Но в среднем-то по России это было на 10, на 11. Поэтому все хорошо, прекрасная фриза, но за чужой счет. Вот и все. То есть, с каждым годом бюджет Крыма становится все более зависимым от центра? Нет, я этого не сказала. Я сказала, что в прошлом году, там им по очереди то поменьше дадут, то побольше. В прошлом году Крым был менее дотационный, да. Но годом раньше он был... Да, слушайте, ну это по трем кварталам. Давайте дождемся конца года. Он немножко гуляет. Но то, что на две трети Крым живет за счет налогов, то есть за счет федеральной помощи, давайте так скажем, он стабильно, устойчиво, высоко дотационным остается. И может быть дальше будет хуже. Ну посмотрим. Наталья Васильевна, а вот насколько типична такая ситуация в сравнении с другими регионами? Нет, конечно. Нет. Еще раз, давайте я вам повторю. Ни один объект федерации не имеет таких расходов на национальную экономику в структуре расходов. Даже супер богатая Москва, она тратит на нас экономику, ну порядка 28% из-за гигантского бюджета, где нет трансферта. А Крым 46%. Вы о чем? Что ж. Эта территория вот эта перпендикулярна всем правилам игры, которые есть по распределению помощи другим субъектам. Не, не, я добавлю. И перпендикулярных два места. Крым-Севастополь, и второй называется Чечня. Вот они вот как-то по-особому живут. Наталья Васильевна, благодарю вас за ваши столь подробные обстоятельные комментарии. Напомню, мы беседовали с Натальей Зубаревич, профессором МГУ и директором региональной программы Независимого института социальной политики. Вот достаточно крепкой социальной, я бы сказал, основой является то, что те расходы бюджета, которые выделяют в Крыму, вот по крайней мере так их оценивает госпожа Зубаревич. Но, однако, по данным Крымстата, задолженность крымских предприятий по зарплате составляет около 31,5 миллиона рублей. Об этом говорила раньше вице-премьер правительства Крыма Алла Пушкунова. По данным Крымстата, наибольшие долги зафиксированы на предприятиях таких российских структур, как Минстрой Крыма, Министерство транспорта Крыма и Министерство ЖКХ Крыма. Мы решили расспросить, в принципе, российского независимого экономиста Владислава Жуковского о том, как выделяются социальные выплаты из бюджета России. Давайте послушаем, на что они идут обычно. Мнение. Ветеранам, инвалидам, многодетам, ну и далее-далее по списку. Ну и, само собой, сотни миллиардов рублей в год тратятся на выплаты разного рода силовикам за срочный выход на пенсию, за какие-то опасные условия работы, за разного рода льготным категориям, среди которых очень много чиновников. Поэтому назвать российский бюджет социально ориентированным, ну, просите мне, можно с очень большой затяжкой, потому что, если мы посмотрим на инвестиции в человеческий капитал, то бишь, например, расходы на образование, вот если мы суммируем все расходы, например, на образование, на здравоохранение, на культуру, на спорт, вот такие вот четыре основных компонента, да, то суммарно эти расходы составят меньше, чем 1 триллион 400 миллиардов рублей. То есть это будет меньше, чем ежегодные расходы федерального бюджета на обеспечение функционирования госаппарата и на государственные нужды, ну, то бишь, на содержание там администрации президента, аппарата правительства, Госдумы, там региональных чиновников, федеральных чиновников, и там разного рода там могут заказы и бездельное существование. Поэтому, ну и плюс ко всему, еще примерно больше третий бюджета, то бишь, практически там 5 триллионов рублей, это совокупные расходы на силовиков, правоохранительные органы, спецслужбы, на Росгвардию, полицию, судейский корпус, прокуратуру, Следственный комитет, там ССБ, МВД и дали-дали по списку. Да, действительно, там практически без малого половины бюджета входит на социальный расход, но это социальный расход, опять-таки повторюсь, именно, они не связаны с каким-то там развитием страны и с обычным технологическим рывком и ускорением экономического роста, это вот именно, что называется, выплата разного рода пособий и пенсии, то есть это тот минимум, который государство без того обязано сделать и должно выполнять. То есть скоро, как бы, со всех нас в России собираются там итерации процентной НДФЛ, налог на доходы физлиц и 30% фонда оплаты труда работодатели выплачивают во внебюджетные фонды, то есть пенсионный фонд России, фонд социального и медицинского страхования. Поэтому, как бы, говорить, что это какие-то такие, знаете, подачки, вот, мол, незаслуженно для России, ну, просите, как бы, если незаслуженно, то верните, пожалуйста, обратно, как говорится, назад все страховые взносы, которые ежегодно уплачиваются населением, да, там, и бизнесом. Вот такие вот слова российского независимого экономиста Владислава Жуковского. Мы также спросили его о том, что означают столь крупные поступления из федерального бюджета в бюджет Крыма. Говорит ли, например, это о том, что экономика полуострова не работает? Давайте послушаем. Да не то, что не работает, просто, как бы, экономика в Крыму действительно, как бы, слабая. Она была слабая и при Украине, и при России, как бы, ничего толком не поменялось, да, действительно, там были подняты разного рода, там, приняты социальные программы с попыткой хоть как-то выременить, там, уровень жизни, потянуть заработные платы и пенсии до российского уровня, хотя бы, в некоторых регионах, да. Вот, само собой, что экономика после, собственно говоря, там, обхождения состава России не стала, там, работать ни лучше, ни хуже, ни более производительной, там, да, не требовала, там, экономического рывка роста инвестиций, поэтому, в принципе, экономическая база осталась прежней во многом, а социальные обязательства выросли. Поэтому, понятное дело, что финансировать их приходится из-за федерального бюджета, их оплачивает население страны. Поэтому, таких регионов, на самом деле, очень много, как бы, у нас в целом практически 8, там, из-за 75, это федерации, около 75 являются хронически такими рецепиентами, то есть, доноров всего лишь, там, 10 регионов, даже, там, по-моему, их меньше налогов, штук 7, да, вот. И в этой связи, как бы, конечно, когда Минфин изымает из регионов, там, от 70 до 80% всех налогов, а потом их сам перераспределяет обратно в зависимости, там, от политической лояльности и от того рейтинга, который покажет, там, Единая Россия и президент на выборах, ну, как бы, понятное дело, что система изначально порочная, и она не создадет кимов для развития регионов. Мнение. Вот такой вот комментарий господина Жуковского. И к нашей беседе присоединяется бывший премьер Крыма Анатолий Матвиенко. Анатолий Сергеевич, здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Вот мы говорим по разным оценкам, от 70 до 60% это деньги в Крыму, в бюджете аннексированного Крыма, это деньги из российского бюджета, ну, из центра, да? А до аннексии это было так же? Ну, во-первых, мы должны понимать, кто определяет перспективу Крыму. Это русские и ориентированные на политику России. А крымский татар и украинский, это было меньшинство. И она не определяла политику. И, к сожалению, политика, занятая в политиках Крыма, они ориентировали на Россию. Но, к сожалению, эта Россия была не развивать Крым, а были занимались тем, что воровали. И думали, что больше воруют и получали политику России. Какого-то надевать на Россию. Украина должна была взять свой ресурс. Но этого, к сожалению, не хотела почему-то и Украина, и Ющенко этим тоже не занялся. Анатолий Сергеевич, я правильно вас понимаю, что, по вашему мнению, Украина не выделяла достаточно средств на Крым? Нет, мы свой ресурс даже не могли взять соответствующий. Я пригласил тогда Украину. У нас было 86 объектов, которые в Крыму были турниры, в турах, где они занимались. Я сказал, давайте продадим эти объекты, создадим серьезный ресурс и сделаем вопрос лево. Можно было бы собрать серьезный ресурс. И его вложить для инвестиций. И тогда было бы очень много ресурсов. Но, к сожалению, занимали только на Россию. А мир не занимался, потому что не давали развивать. И поэтому ресурсов было бы недостаточно Украине. А тот ресурс, который был для ресурса, они консервировали и не развивали. Вот почему мы ориентировали на Россию. А Россия рано или поздно готовила политику, которая была только про Россию, но не было никакого вопроса. И почему? Анатолий Сергеевич, у нас, кажется, проблемы со связью. Я жутко извиняюсь. Вынужден попросить коллег отключить вас от эфира. Напомню, что мы только что беседовали с бывшим премьером Крыма Анатолием Сергеевичем Матвиенко. Темой нашего сегодняшнего эфира были расходы бюджета Крыма, которые за 10 месяцев 2018 года уже превысили отметку 115 миллиардов рублей. Как они расходовались? Откуда брались деньги для того, чтобы покрыть эти расходы? Все это мы пытались обсудить с нашими гостями сегодня. В студии с вами был Александр Головов. Радио Крымреали. И мы услышимся буквально через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА